всем привет мы сейчас находимся в международном аэропорту гимпо мы едем в аквапарк но нам нужно сделать здесь пересадку мы поедем на метро в основном здесь рейсы принимаются из ближнего зарубежья такие как китай и япония также внутренние рейсы и если вы захотите попасть на тропический остров чайчжо то вылет осуществляется именно из этого аэропорта это и есть море многие айдолы также летают отсюда кто увлекается кип-попом могли замечать фотки именно из этого аэропорта особенно когда они летят японию здесь реклама города будущего сондо в ньчоне там где мы были сели в метро и лера сидит на месте для беременных здесь есть вот такая подушка тоже для беременных представляете чтобы удобно было сидеть все мы приехали в город коэн направляемся в аквапарк нам идти где-то минут десять-пятнадцать и я не пойму что это здесь шумит так назойлива мы здесь мы здесь первый раз мне уже нравится город он очень красивый такой ну в принципе в Корее везде красиво конечно вот смотрите здесь как это торговый центр такой красивый что фонтан? ааа да но он в отличие к сожалению что-то здесь пусто может мы еще рано пришли сейчас только одиннадцать утра вот это да это вроде бы торговый центр но посмотрите что сверху там горки ху-ху-ху-ху мы сейчас ищем что поесть потому что утром мы не завтракали а раньше выехали и мы голодные здесь очень много кафешек вообще здесь очень интересно я здесь застряла не знаю на несколько суток там новые дома строятся H&M мы зашли в кофейню сейчас позавтракаем это наши хот-доги Вера сидит и играет билеты мы уже распечатали кстати вот адрес этого аквапарка опять таки скриньте кому интересно в этот раз билеты нам обошлись дешевле по 30 долларов за человека и того 90 долларов всем привет я уже переоделся и как обычно ожидаю Веру с Викой сейчас хочу вам показать это крытая часть аквапарка находится на четвертом пятом этаже такие здесь детские корочки есть здесь бассейн с волнами здесь шезлонги получается наконец-то мы в самом аквапарке здесь очень много народу но он и больше конечно вот смотрите какой огромный и красивый кстати здесь фаджакузи здесь фаджакузи Toi здесь фаджакузи 37 градусов температура воды складная водичка а вид посмотрите но мои оказывается эти палатки тоже в аренду сдаются а этому что они собой привезли потому что на пикник они с собой воде а здесь оказывается они тоже сдаются прикольно давайте вид вам показывается поднимаемся еще наверх есть нет но там очередь такая поэтому мы решили подняться пешком ну а это уже открытая зона лежать смотри двадцать тысяч лежак двадцать тысяч стоять я здесь я здесь сейчас должна скатиться лера вот видишь я тебя поймал ну ничего страшного пойдем дальше пойдем а 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 что нырнул на глубину нормально метр двести пойдем дальше посмотрим что тут есть я забыла крем сносу защиты намазать сейчас придется спуститься забрать из ящика крем и вернуться обратно я люблю такую воду прозрачную паку настраобрать а и а как метрии а и и и Блин, вот эти горки классные, я бы хотела здесь прокатиться Там есть парные, можно было бы с Колей прокатнуться А вот еще горка, как в том аквапарке В этом круге надо крутиться, потом резко в бассейн Только там бассейн падал, а здесь видишь, здесь он спасатель стоит Он, наверное, ловит и по лестнице спускает Скукотище полное вообще Постоял, наверное, около часа в очереди, пиздец, а Ну, блин, надо Самое интересное, финал что-то не очень По лестнице спускаться, а не в бассейн играть Вера, тебе понравилось? Пойдемте по правой стороне, по правой, ты готова, Вера, все, готовьтесь. Это еще, что за канализация? Помашите ручкой? Как вам водичка? Тепленькая, да? А Лера вообще расслабилась. Лера, что тебе больше понравилось, море или аквапарке? Аквапарк, конечно. Аквапарк? Ахахаха. Я хочу отсюда выбраться, но у меня не получается. Здесь столько народу. Боня слева куда-то уплыли. А я осталась здесь. И здесь все очень глубоко. Я не чувствую уютна даже. Вот я сейчас скачусь на одной из этих горок. Я думаю, на красной или на желтой. Как вы думаете? Я иду на вот эти красно-желтые горочки. Отсюда, смотрите, какой пик открывается. Потрясающе. Боюсь, как всегда, конечно, но что делать? Придется ехать, выбора уже нет. Я не представляю, как здесь все это строили. Сколько труда вложено. Поехали! Ужасная горка. Я слишком быстро скатилась, ничего не видела. Голова закружилась. Вот она сзади. Куда больше не пойду. Сейчас пойдет. Коля найду. Пойдем на другую какую-нибудь. Там вроде есть семейная. Все вместе будем кататься. А вот, кстати, Коля. Привет! Не, не пойдут. Мне не понравилось. Какая красота. Посмотрите на панораму. sandwich. Шухи. Красота. Шухи. Шухи. Yoshi. Шухи. personagem. Шухи. Ша. Шухи. здесь конвейер и использованные ватрушки катятся вот сюда но как еще баллоны а мы стоим в очередь на вон где город там вроде как с детьми можно сейчас мы посмотрим это это океанари и здесь снимали дораму легенда синего моря а вот здесь это телеканал ебит вот это их здание смотрите какое огромное а вот это здание которое строится там будет телеканал gtbs там тоже показывают дорам разные аренда вот этих бунгала стоит 150 долларов и сюда входит бассейн личный но мне кажется что это все равно дорого мы пришли покушать заказали бургеры это колес леры будут а мой заказ еще не готов смотрите какое шикарное место мы нашли вот такой вид здесь открывается мне очень нравится а вот и мой заказ это курица в соусе тирияки вот мои салатики ну а а Сейчас катимся вот с этой горочки Мы что, поехали? Все, мы искупались, только что вышли, теперь идем в сторону метро. Нужно проехать несколько станций, потом сядем на автобус и доедем уже до нашего дома. Там какое-то представление идет в исторических костюмах все. Вот здесь фонтанчики, вон, да, фонтан включили наконец-то. Здесь ночью еще красивее, наверное. Мы сейчас на вокзале, хотела показать вам вид отсюда. Вот, смотрите, как красиво здесь. Мы уже приехали в наш город, зашли в торговый центр. Смотрите, здесь опять реклама с Паксо Джуном. Он сейчас очень популярный. И вот здесь тоже реклама. Здесь уже рекламирует он костюмы. Мужки. Вот мой клубничный смузи. Он стоит 5300. У Леры точно такой же. И мы как раз сидим в том месте, которое рекламирует Паксо Джун. Эксо. Та-да-да-дам. Меня еще часто спрашивают, где можно купить защитные шорты. Вот здесь они есть тоже. Они стоят здесь 6 долларов. Разные расцветки есть. Нет, это когда под одежду. Под юбки или под шорты. Есть серые, черные. Но они есть чуть-чуть другие, другого качества. Это что, мальчики? Вот эти дышащие. Это что, мальчишки? Нет, это не мальчишки. Это девчачьи, женские, да. Нашли слепоны с Майнкрафтом. Это для девочки. Как раз для Леры. Эй, вы не заметили, что я самая купила? Что? Отвините сюда, вот сюда. Да. А, это как у тебя, да? Да. Лего Фрэнс. Вот такая тоже кукла есть. У нее даже баллончик есть. Это похоже на Коя. Здесь такой и... Кстати, это похоже на Коя. Здесь такая рубашка. Покупательный такой. Нашли тут такой автобус, смотрите. Аэропорт Терминал. Аэропорт Инчон. Понятно? Да. Аэропорт Инчон. Так и написали. Он так называется. Да. Не следите, что мы такие булки. Мы все знаем. Улотник оффки. Смотрите, здесь нашел Маша и Медведь. Это же Коя. Да. Это Маша и Медведь. Здесь еще одна коробочка. Она хотела свою тупеньку какую-то вырезать вот ее. Похлазочную. Здесь еще есть вот карточка, шоколадка. еще мне часто спрашивают где можно купить вот такие купальные костюмы которые купаются все люди в корее они продаются везде в торговых центрах есть специальные магазины вот здесь тоже есть но здесь не так много выбора вот эти детские вот здесь шортики а под шортиками еще есть длинные шорты еще немного рекламы с exo косметику рекламируют у меня волосы до сих пор не высохли мы с леры когда выходили не высушились там была очередь большая и мы быстро быстро в попыхах бегом-бегом до автобуса мне не понравилось в этом аквапарке то что нас заставили взять жилеты потому что без них не пускали в бассейне там где хотя бы уже глубина по пояс уже не пускали только в жилетах только в кепках а в жилетах не очень удобно купаться и пришлось нам взять в аренду аренда стоит 6 долларов за каждый системы оплата в этом аквапарке такая что верхнюю одежду я смог забрать а обувь изначально не смог забрать потому что замок заблокирован на моем брелочке висел долг и пришлось идти с этим брелочком сначала оплатить долг а потом уже забрать обувь мы просто в аквапарке брали жилеты и обедали и вот этим браслетом мы расплачивались а на выходе надо было заплатить и вот такая там система была все продумали мы на этом вот будем заканчивать если он вам понравился то взять наставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал не забывайте про наши инстаграм и ссылки как всегда будут все в описании и увидимся с вами уже в следующем видео всем пока